Девушки отдыхают Девочка пригожая и добрая, ну, не в маму уродилась Да только приключилась с ней беда Нашла она как-то в лесу белгорючий камень Аллатыш Красоты необыкновенной, волшебства несказанного Заворожил камень девочкой и стала она каменной княжной И суждено ей было томиться в каменной башне До тех пор, покуда мастер великий Не оживит белгорючий камень Аллатыш Триста лет сидела в каменной башне Каменная княжна, озлобилась она на весь мир Окаменело ее сердце Рыскали по всему свету ее верные каменные воины Ордары творили зло и бесчинство Ордары творили зло и бесчинство В башне томилась, до веками искала мастера Не мне ли подчиняются самые сильные воины? Безусловно, каменная княжна Не мне ли подчиняются камни? Кто бы спорил, каменная княжна? Не я ли властительница всех черных сил? Да Тогда отвечаю Долго ли мне в башне томиться? И где новый мастер? Тут немножечко проблема Он как бы есть И его как бы нет Хватит загадок Где новый мастер? Только не надо нервничать Вы будете нервничать Я буду нервничать Какие тут предсказания, я вас умоляю Где он? Ну есть пророчества, шмарочества Кому интересны эти бабушкины сказки? Так, надоело Не веку обещает! Нет, нет! Постой, каменная княжна! Вы такая величия женщина Чтобы вы были здоровы Короче В некотором царстве В тридевятом государстве Короче Есть такой мастер Каменная княжна Только время его еще Не пришло Есть Покажи мне его Я Дико извиняюсь Ваше время истекло Следующий сеанс Связи Эээ! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Подотчетная мне мастерская камнерезов перевыполнена... Надоел! Давай короче! Портрет нашей уважаемой менинницы Изготовлен из драгоценного камня Наивысшего качества! И поскольку прошлый день рождения нашей дорогой менинницы был только вчера Мы не ожидали, что новый наступит так скоро! Ну? И поэтому изделие изготовлено в рекордные сроки Мною лично! Ну? Ну, лично! Так, не чертю ночью, да? И в этот торжественный день Мне очень приятно вручить подарок Нашей дорогой имениннице Как ты посмел? Выпороть его! Это не я, брат, это не я! Млагородный срок не я, не я! Твайка! Он! Богдан! Ух! 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 Ой! Не троньте его. Он сам выйдет. Не сядь его! Выйдешь, выйдешь. А не то и сейчас твою побрякушку. Отец твой такой талант был. Не надо! Отдайте! Это ведь все, что у меня от бати осталось. Отпустите! Сам пойду. Субтитры сделал DimaTorzok Ну, уже начинай! Субтитры сделал DimaTorzok Ордары! 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 Баренька! Барни! Барни! Спасайтесь! Клама! Котик, мама! Клама! 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 Мой папа! Парень! Клама! Эй, уроды! Отпустите девчонку! И повезли ордары Ивана и Клаву в бескрайний лес самой Бабе-Яге в подношение. Ивана и Клама! 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 Ах, вот так! Тихо! Сбежать хотите? Ты кто такая? Я? Я дочка каменной княжны. Какой каменной княжны? Ты что? Ты что, не знаешь, кто такая каменная княжна? Не знаю, и знать не желаю. Мой папа-парин! Он пришлёт сюда своих холопов! Они меня спасут! А вас всех вы и палют! Ах, ах! Выпырил! Всех выпырил! Найти мою дочь живой и невредимой! Ой, парень! Ой! А коли эти ордары будут совершать безнаказанные набеги на наши мирные веси и селы? Тр.е. селы! Веси и селы! Или селы. Тьфу, выпарю! Короче, захватчиков уничтожить, дочь доставить! Орлы! Вперёд! На Ордаров! А куда идти-то? Что? Ордаров-то этих! Где искать? Вот бестолочи! Не знают, где живут Ордары! Они как-то обычно сами к нам! Есть мнение, что Ордары живут в бескрайнем лесу! Вот видите, любой дурак знает, Ордары живут в бескрайнем лесу! Так бескрайний лес, он того! Бескрайний! Мы в его не ходим! У него ж того! Краю-то нет! Не, не ходим! Отродясь! Не, не, не деды, не отцы не хаживали! На погибель, барин, отправляешь! Не одолеть человеку Ордара! Разговорчики! Выпырю! Так эти зачарованные это народ! Сказывают тысячу лет, как Ордары каменной княжной заколдованные! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Бабкины сказки Темнота и суеверие Значит так Выпорю всякого Кто меня ослушается Ну! Темный народ Просвещать и просвещать Только терпеливая отцовская Назидание Спасо... Пошел вон Вон! Хотели бежать? Бегите! Все равно у вас Ничего не получится Давайте, давайте Потешайся над нами! Разве так честно? Честно? Что это значит? Честно! Когда без колдовства твоего Слабо тебе по-честному? По-честному? Без колдовства? Это как? А ты за борт опусти Да сама нас догнать попробуй Вот это по-честному Пожалуйста! Давай так Беги, Клава! Беги! А ты... Беги! Ваня... Беги! Это же... А снизу у нее Хвост змеиный Да ну! Ага! Я врать не стану! А во рту у нее жало И глаза у нее Каменные И волосы каменные И руки у нее каменные И ноги у нее каменные А ты же говорил Что у нее хвост А вы меня не путайте Сказано тебе Каменная княжна А я врать не стану Так вот Каменная княжна По свету рыщет Каменных дел мастеров Ищет Ну вот у нас Вот Степан Уж такой умелец Любой камень Был ему подвластен Так каменная княжна Его В бескрайний лес Заманила И с концами Пропал Жена его шибко любила Ждала, ждала Горячка-то и сгорела Мальчонка Иван Тиротой остался Да Такие вот дела А ты с меня рст Каменные Может это Перекусим сперва Тоще он Кожа до кости Что за суп Получится Куда Если будет всплывать Ты его покруче Грибочков тогда Немножко Катя Сейчас я его отважу Надоел ты нам Янгу Дурелся Не запылился Чего тебе Я хочу ее видеть Ты чего толкаешься Новую забаву придумала Не надоел еще А ведьма Я ведьма? Я ведьма Ну я помочь тебе хочу А так я тебе и поверил Внученька Да, бабушка Тебе гость Кушай, дуб Вот только супчик помешаю Суп мешаем Залезай Откуда у тебя это? Залезай Я хочу видеть ее Да вон он уже идет Так Сиди здесь Как постучу Вылезешь И в окно выпрыгнешь Катя Да иду, иду Эд Лучше нам не возвращаться Он же нас выпарит Это потому Что он нас Не уважает Гердари нас Не уважают Мужики Мужики Смотри Кабанчик Ну и мы Смотри, что у меня есть Моя дочь Достанется Тебе Что значит достанется? Клавушка Клавдюша Ты хочешь выйти замуж За своего спасителя? Хочу За Ивана Суп Суп какой-то Пустой Да не наваристый Совсем мяса нет Пойду посплю На голодный Желудок Костя Серому волку Отдай Хорошо, бабушка Эй Бойся, мальчика Что? Мне боятся мальчика? Да у тебя сотрясение мозга, вам трещина какая Бойся, мальчика Отстань, я никого не боюсь А я говорю, бойся В конце концов, я не понимаю Не предупрежай, мне нравится, предупрежай, мне нравится Мне тысячи лет, я не могу работать в таких условиях Мне нервы Да замолчишь ты, наконец Ой Прыби Или трусишь Кто, я? Где мы? В каменной башню Иван Иван, не надо, он живой Ага, живой Только очень твердый Назад Идем Статуя Ордар Ордар это войско каменной княжны Каменная княжна Это моя мама Правда Мы с ней редко видимся Она у меня Очень занятая Руку давай здесь Ты сам не пройдешь А у тебя рука Теплая Живая Такие же ты Живой А у всех Людей Такие руки Ты что, не знала? Пойдем У нас мало времени Есть одно пророчество Лишь великий мастер Может белгорючком Не латырь оживить И когда он оживет Сможет каменная княжна Из башни выйти И получит власть Над всем живым миром А не только над камнями Мама на этой теме Реально двинулась Теперь каждые сто лет Она похищает мастера Заставляет его работать Откалывать От алтыря по кусочку И всякие поделки мастерить Чтоб они ожили Разве никак Помоги мне Откуда у тебя это? Когда я была совсем маленькая Мама похитила мастера Такой он добрый был И руки у него были Такие же, как у тебя Такие же теплые Отец Где он? Где мой отец? Его нет больше Она? Каменная княжна? Да Мне бы только добраться до нее Уверен? Что именно этого ты хочешь? Больше всего на свете Хорошо Это книга Великих каменерязных премудростей Ее писали Несколько поколений мастеров А последний твой отец Прочтешь ее до конца Станешь Мастером великим Тогда каменная княжна Сама тебя найдет Но силы ее велика Как бы и тебе здесь На всю жизнь не остаться Так что подумай Иванушка Хотя Чему бывать? Того не виноват? Ну все Пора нам отсюда выбираться В колодец Прыгнешь Сразу на воле окажешься Любой колодец Это вход Волшебный мир Это что же В любой колодец можно? Можно Только не всякому Он открывается Ну Тебе пора Ну давай же Катя Мы когда-нибудь увидимся? Чем убывать Того не миновать Все прыгай Прощай Катя Я буду ждать тебя Иванушка И принялся Иван Книгу Великих камнерезных Премудрости изучать А в ней Каких только секретов Не было Целый год Сидел Иван Над книгой Чудеса Из камня Мастерил Белый свет Позабыл Часов не Наблюдал Еды Не доедал Одна Только мысль В голове А ну Как стану я Мастером Великим Каких свет Не видывал Обуяла Гордыня Иванушку Гордыня Ну где это Видано Чтобы мертвый камень Живым стал Хороший Хороший Трук Кузьма Только глупый У тебя есть мечта? А? Ну мечта Самое что ни на есть Заветное желание Заветное? Да Самое что ни на есть Самое? Есть Ананас Чего? Ну я в книжке видел Есть такой Хрукт Ананас И понял Не помру пока Я этот ананас Не попробую Ну Желаю ананас И все тут И все? Только ты никому не скажешь Могила? Я Вань Страсть как клаву люблю Хочу, хочу, хочу Я замуж хочу За Ивана Это что опять? Так праздник у нас Палашня Свадебный торт Велелось печь Праздник? Ага Моя дочь Хотит выйти замуж За холопа Вот какой у нас праздник Хотит выйти За холопа Пусть походит За холопа Ивана ко мне Быстро Слушаюсь Чего пожаловали? А то ты не знаешь Оторвался от коллективу Сидишь тут Не знам чем Занимаешься Может ты что Недоброе задумал, а? В то время Как наша мастерская Идет на выполнение плана На 12% Ух ты Ты где Такого мыша скрал? Скрал? Да это моя работа Уйдешь Не мог ты Такого мыша вырезать Никто не может Я могу Да как ты со мной Разговариваешь? Туну! Сюди! Туну! 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 Ты где Туну! Подожди! Кояаааа! Здравствуй, зеркало. Хотя... Ну, чего тебе? Теперь ты взрослая девочка. И я могу сказать тебе правду. Не дочь ты этой, извиняюсь, ведьме. Каменная княжна похитила тебя, чтобы вырастить себе помощницей. Но ты человек. И сердце в тебе доброе. Уж мне можешь поверить. Что же мне делать? Поздравляю. Я отдаю за тебя замуж дочку Ягодку. Не хочу язвала. Знаю, знаю. Ты рад. Но это еще не все. И вместе с дочкой ты получишь приданное. Понимаю. Ты благодарен. Так вот, за дочкой отдаю Избу трехкомнатную. Фундамент каменный. На свежем воздухе. У леса. Там еще недавно дорогу прорубили. Мужики ее прозвали Рублевкой. Прекрасное место. Сам думаю туда переехать. Теперь телегу. Немецкую паровую. Славно так ездит. А, колокольчик у нее. Бенц, 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 бенц. Люба. Хорошо, хорошо. Денег. Мешок. Теребром. Ох, Ваня. Ты не прост. Кровопиец. Ну ладно. С золотом. Ну что еще? Я люблю Другой. Мы должны пожениться. Ты будешь моей. Так велела каменная княжна. Велела жениться. Янгул. А если она велит тебе утопиться, ты что, пойдешь и утопишься? Да. Ну а если она велит тебе с башни спрыгнуть? Да. Ну а если... Я велю тебе? Да. Ты сделаешь то, что я тебе прикажу? Я сделаю то, что ты попросишь. Выходи за меня. Нет. Нет, я... Я люблю Другого. Ну, ну! Не балуй! Утром приду за тобой. Барин сказал, коли добром под венец не пойдешь, силком потащим. Мой жёб,egen песня. Ты поможешь. Чему бывать, того не миновать Каменная княжна Столько времени молчал и вдруг заговорил? Зачем зовёшь? Обязан сообщить, согласно заклятию Параграф семьдесят восьмой, часть вторая Мастер Он появился Прочёл я книгу, до конца прочёл Слышишь, Каменная княжна? Я мастер! Пропустил меня колодец-то Стало быть, я великий мастер 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 Как отец Добро пожаловать в башню, мастер Ордары проводят тебя Клаб 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 Кто там, а? А ну, брысь! Щас папенька Да, погоди ты! Текст фильма Знаешь, ты мне очень нравишься У тебя глаза красивые, носик такой хорошенький, щечки такие пухлые, ты прям как пирожок. Видно, аппетит у тебя хороший. Спасибо за добрые слова, невидимый дух. Уж не ангел ли ты небесный? Ангел? Ангел? Катя! Анечка! Катя, я теперь... Все знаю, Иванушка, все знаю. Ты книгу прочел до конца, видно и вправду, чему бывать, того не миновать. Я мастер. Мне теперь равных нет. Не нужен он тебе. Так вот ты какой. Белгорючка меняла ты. Иван, бежим отсюда. Далеко собрались? А, какая. Вся в меня. Вся в тебя? Вот интересно, с чего бы это? Ты же мне не мать. А, зеркало проболталось. Ну да ладно, не до него сейчас. Иванушка, не бойся. Ты же мужчина. Что же ты за девушка-то спрятался? Не спрятался я. Что тебе надо? Отвечай. Любишь ли ты Катерину? Люблю. Больше жизни люблю. Не надо преувеличивать. Достаточно просто люблю. Я, как опекун Кати, не имею ничего против. Женитесь себе. На здоровье. Значит, ты нас отпускаешь? Да. Но с одним условием. Абы за кого я Катю не отдам, докажи, что ты настоящий мастер. Живи, Аллатырь. Не соглашайся, Иван. Она тебя обманет, и ты весь мир погубишь. Катя. Катя. Что же ты так со мной? Да если он оживит Аллатырь, у меня будет столько дел, что мне будет просто не до вас. А если не оживит? Ну зачем он вообще? Бездарность. Я согласен. А я его разобью. Нет. Нет. Ну ладно. Быть по-твоему. Только знай, Иван, не оживи, Аллатырь. Не видать тебе Катерины. Иван. Ян Гу! Ян Гу! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Нет! Нет! Прошу тебя, Янгул! Пожалуйста, не убивай его! Я обещал, что выполню твою просьбу. Ты пойдешь со мной? Ты должен был доставить их сюда. Слышишь? Сюда. Почему ты этого не сделала? Мне не нужна рабыня. Мне нужна жена. Идиот. При чем здесь девчонка? Мне нужен он, мастер. Он может оживить Алатырь. А знаешь ли ты, безмозглый Янгул, что будет тогда? Дрова увянет. Реки пересохнут. Земля станет каменной и холодной. И будет ночь. Ночная ночь. И я буду пластвовать на земле! Идиот. Пойдем. Стой. Иван. Отдай мне Алатырь. Ни к чему он тебе. Беда ж будет. Да плевать на беду. Если я Алатырь, я живлю, то и мы с тобой будем вместе. И все узнают, что лучше меня мастера на свете нет. Не хотела по добру, Катя. Будет по злу. Оживи камень, мастер. И Катя твоей станет. Катя твоей станет. Принялся Иван работать, камень Алатырь оживлять. Не послушал он Катю, а того не замечал, что чем живей становился Алатырь, тем больше темнело за окном, тем сильней становилась власть каменной княжны над миром. КОНЕЦ 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 Катя, это я. Я пришел за тобой. Поздно, мастер. Катя, что с тобой? КОНЕЦ Ты ведь оживил Алатырь, мастер. Теперь я навсегда ведьмой останусь, а тебя княжна жизни лишит. Зря ты ей поверил. Прощай навеки, Иванушка. КОНЕЦ КОНЕЦ Кузьма, слушай, как другу тебя прошу, выкуй мне меч, да такой, что мог камень перерубать. Могу. За сколько дней? Минут за пять. Сейчас. Принесите мне Аллатырь, убейте Ивана. Только я не уверен, будет ли он камень перерубать. Это мы сейчас проверим. Беги, Иван, я их сдержу. Ну, ну, пошла. Ты что, волшебное слово, что ли, нужно? Пожалуйста. Пожалуйста. Совсем потерял голову Иванушка, когда понял, что цветок Ордары забрали. Поскакал он к колодцу, Истреблю к снежну, Разобью цветок, Освобожу Катю от чар. Не пропустил колодец-то. Ну ничего, мы пойдем другим путем. О, Жил, Аллатырь. О, Жил, Аллатырь. А что-то я ничего не чувствую. Да. Ничего не понимаю. Неужели все напрасно? Вперед в бескрайний лес. Пошел. Пожалуйста. Господи, ну это ж твой лес. Ну ты ж колдовская лошадь. Сам ты лошадь. Деревенский житель, а коня от лошади отличить не может. Ты не Иван дурак случайно? Ты чего взываешься? Да так уточнил на всякий случай. А то если ты дурак, тогда это совсем другая история. Да понял. Не дурак. Это мы уже выяснили. Тебя чего в лес-то несет? Колодец-то меня не пропустил. А ты что думал, это тебе проходной двор? Колодец тебя пускал только пока каменная княжна разрешала. А теперь ты ей не нужен. Потому и в лес. Сначала до бабы-яги добраться, а через нее Катю выручать. Может ты все-таки дурак? Ты лучше признайся. Ты же в этом лесу сгинешь. И пускай. Мне все равно без Кати жизни нет. Ладно, помогу тебе. Очень ты мне дурака напоминаешь. А дуракам помогать надо. Да. Значит так. Что Иванушка не весил, что головушку повесил. Чего? Молчи. Так надо. Значит, просьбу ты уже изложил. Тра-та-та, велика беда, не спорю. Ля-ля-ля. Но скажу тебе по дружбе. Эта службишка не служба. Ну и так далее. Тут сказал конек Ивану. Вот. Теперь слушай. Пойдешь сначала все время прямо. Брысь. Все предусмотрела, а вот об этом не подумала. Ко мне нужна живая душа. Человеческая. Иначе Алатырь не оживет. А кроме тебя, Катюша, ни одной живой души здесь нет. Так что извини, придется из тебя ее вынуть. Отправил говорящий конь Ивана в бескрайний лес. Да указал, что кто ему по пути повстречается, тот и покажет к бабе Яге дорогу. Иван. Иди ко мне. Иди ко мне. Иди ко мне. Я так долго тебя ждала. А ты кто? Возьми меня за руку. Скажи, что я красивая. Очень красивая. Мне так холодно. Согрей меня. Поцелуй меня. Хвост. Ну что ты разорался-то, а? Ну хвост, ну и что? Что, проблема? Не, поразительные мужики, а? Так все в порядке. А как хвост увидят, сразу все. На меч хватаются, кричать начинают. Погубить меня решила. Ну, прям так сразу и погубить. Так? Запутать немножко. Думаешь, мне весело здесь сидеть? А раз сто лет зайдет, добрый молодец. А чего же тогда здесь сидишь? Хм, слушай, хороший вопрос. Дай-ка подумать. Наверное, не потому что мне здесь нравится, а потому что меня приковали. Не видишь разве, вот. За что тебе? Я Кощей бессмертного невесты. Ну, Кощей меня двести лет добивался, ну. Он, конечно, противный. Но мне, знаешь, тоже с хвостом особо выбирать не приходится. А потом он у каменной княжны какие-то камни забрал. Или еще чего они там не поделили, не знаю. Вот она меня и похитила. Держит тут. Слушай, добрый молодец, а? А давай ты меня освободишь, а? Ну, будет тебе подвиг, слава там всякая. И тебе хорошо, и мне. Ну, пожалуйста. Ну, тебе лишь всего лишь разочек рубануть. А мне свобода. Только чтобы. Безо всяких. Я тебя умоляю. Что и себе враг, что ли? Спасибо тебе, добрый молодец. Вот ты нежить. Ну что, клевет? Да какой-то. Иван. После истории с этой проклятой старухой она носа из воды не кажет. Погоди. Те. А ты кто? А вы не Гведон Салтанович, случайно? Нет. Иван. Не дурак? Да вроде бы нет. И не царевич. Да какой там царевич? Иван. Просто Ваня. Замечательно. Очень приятно. А я? Я? Тридцать четвертый богатырь. В каком смысле тридцать четвертый? Ну как же. Море вздуется бурливо, закипит, подымит вой, хлынет на берег пустой, разорьется в шумном беге и очутится на бреге? Ну? Что? Молодой человек, в чешуе, как жар горя, тридцать три богатыря. Красиво? Красиво. Вот. А на самом-то деле. Тридцать четыре. У дядьки Черномора во взводе было тридцать четыре богатыря. Вы понимаете? В чешуе, как жар горя, тридцать четыре богатыря. Отвратительно, не складно. Вот меня и уволили. Сократили, чтоб рифму и размер не портил. Черномор так и сказал, ничего личного. С тех пор отслужу. Бабе-яге за зерцом присматриваю. Унизительно. Но я ж богатырь. А у меня вместо меча, вон, удочка. Ох, мне бы меч. Я б тогда. Вот только меч нужен. Вот что, богатырь. Давай меняться. Я тебе вот. Меч. Ну а ты меня в Бабе-яге проводишь? Дорогой ты мой человек. Дорогой ты мой человек. Чтоб ужин по доброй воле второй раз приходил. Ты, бабка, вот чего? Чего? Глупая ты, старая баба. Без хамства. Сказал ей Иван Царевич, ты меня сперва напои, накорми. Добро, молодца. А потом и спрашивай. А, и тотчас. Яга баба накормила, напоила, спать уложила. Ивана Царевича стала спрашивать. Куда едешь, Иван Царевич? В дальнюю или сторонушку? По воле или против воли? Пятая глава. Баба-яга и... Мерзавец. Что, всю процедуру будем проходить или как? Ты только учти. У меня еды нету. Так поговорим. Ты... куда? Плохие дела у нашей Катьки. Узнаю почерк своей доченьки. Княжны каменные. Куда же он девался? Значит, этот цветок надо бриллиантами украсить. Но это не простые бриллианты, это те, которые у Кощея хранятся. И рассказала Яга Ивану, как плакала маленькая княжна, как не хотела она зло на свете творить. Но заклятие уже в силу вошло, и слезки ее превращались в маленькие бриллианты. То были последние слезы каменной княжны. И так велика их волшебная сила, что стоит только украсить имя Алатырь, как случится чудо. Поэтому строго-настрого наказала Яга Ивану, что бы ни стряслось, должен он ее приказ выполнить. Горя какой. Так, вот я последнее тебе отдаю. Я себя берегла на крайний случай. Капля живой воды – это такая редкая вещь. Прямо, а вот от сердца отрывает. Только ради Катеньки. А тебе бы не отдала. На. Ой, я не могу. Ну мне же самой зарез просто. Я же старенькая. Всяко бывает. Куда же я без капли живой воды? На. Спасибо. Хозяйка, я здесь. Давай, Катя, ты дорога. Отведешь этого Ваню Кащею. Идите прямо. Через пятьдесят сажений. Поверните направо. Через пять сажений. Поверните направо. Ты достал уже. Надо в деревню за Кузьмой зайти. Мне без него Кащей не одолеть. Поверните направо. Через пять сажений. Поверните направо. Я тебе говорю, веди меня в деревню. В деревню. Тебе все равно. Нечего делать. Кузьму убили. Что? А. Что? Ничего. Идите. А ну веди меня в деревню, а то размотаю. Ну! Маршрут изменен. Не меняйте. Маршрут не меняй. Маршрут неончен. Продолжение... Та подожди ты! Предупреждение. Запас. Живой. Воды. На. Одноразовое. Применение. Я думал, ты уже умер! Вань! А я сон видел, будто на небесах хрукт ананас кушаю. А он кислый собака и после него во рту щеплется. Вот тебе и мечта. Попался! Под венец идти. Не лапки плести. Добегался. Прыгай в огонь. Чего? Прыгай в огонь. Сам прыгай. Внимание. Объекту. Говорят, прыгай. А он не прыгает. Ну держись. Морда шерстяная. Иван! 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 Твой парень был. Под венец идти не хотел. Саша возгорел. Ага. Ага. Ну, помянем. Ну, и зачем-то он мне его сюда приволок. Сколько раз Яге говорил. Огненным ходом пользуются только в случае крайней необходимости. Крайней. Передаю сообщение от Яги Бабы Бессмертному К. Прошу вернуть депозитированные мною бриллианты в распоряжение представленного здесь Ивана. Бриллианты? Какие такие бриллианты? И кому отдавать? Вон он без дыхана лежит. Люди на такие перемещения по-разному реагируют. Может быть, сейчас он вообще свои копыты человеческие откинет. Кощеюшка? Что там? Да тут это… Добрый молодец. Опять начинается. Сейчас хочется мне легче, а развратница. Вот тебе, твой добрый молодец. Ты… Кощеюшка, ты все неправильно понял. Я тебе сейчас все объясню. Это он мне сейчас все объяснит. Эй, холоп, ты чих будешь? Чего приперся? Скажи честно, он за яйцом пришел. За бриллиантами. Бриллиантами. Какими бриллиантами? А, за моими бриллиантами. Нормально за моими бриллиантами. Так я тебе и отдал. А, паренек, ты что в костерке перегрелся? Или тебе жить надоело? Бриллианты не ваши, а депозитированные. Депозитированные. Депозит… 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 Были ваши, а стали наши! Кощай, отдай ему, что он хочет. Хорошо, почему? А, холоп! Извини, почему? Да потому что он меня спас! Он мне цепь разрубил! Цепь разрубил? Да, цепь разрубил! А, цепь! Спас! И не покусился! Нет! Потому что он влюблен! Не покусился! Ладно! Цепь разрубил! Отпустил! И не покусился! Нормально вообще, а? Так я и поверил! И стыда! Ни словести не осталось у людей! Ни… И все… О! И яичко мое! Только ценное! М-м-м! А-а-а! Так, а где? Вот! А-а-а! А-а-а-а-а! А-а-а-а-а-а! Бариганчики мои! Дев-де-в-де-пань… Наш, за что б меня дал. Кощеюшка, отлучу. Ладно, понял. Спасибо, скажи, рыбке моей. На, лови. Видишь, что примудится? Вот я тебе и пригодилась. Так, ты давай не заигрывай, а то возьму и передумаю. Ой, напугал, передумщик. Необходимо переместиться в каменную башню. В башню? Вот, в камин давай ныряй. Опять? А что опять? Давай, смелее, ты же мужик. Ты же, это, добрый молодец. Прощавай, нечисть. Хам! Ты бриллианты лучше не проморгай. Видит Иван, стоит на вершине башни Катя. И душа ее в камень Алатырь переходит. Катя! И такой ужас охватил Иванушку, что не в сказке сказать, не пером описать. Понял он, что без Кати ему белый свет не мил. Катя! Как? Успехи? Катя, она там! Мне надо к ней! Нет, вопрос. Держись. Катя, помоги мне! 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 Он отброс. Катя, помоги мне! Катя, помоги мне! Катя, помоги мне! Уброс! Готовь нет! ented. Фитрунга! Ёashааааааам! Продолжение следует... 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 Вот и сказке конец А кто слушал Эй, вы, 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 вот вы Куда вы побежали-то? Я еще не досказала до конца сказку А тут же сразу все уже к выходу рванули Эй, молодежь, молодежь Приходите еще Я вам такую интересную сказочку расскажу Приходите